класс классический бухарок лайф всем привет добро пожаловать 1 в 2022 и сегодня у меня в гостях спустя два года больше больше да это так интересно что ты в начале играешь песню i'll be waiting for you что я спустя два года пришел и это реально все еще здесь потрясающе немножко изменилась атмосфера ты был старых шторах еще в рельм больше двух с половиной лет саша долгополов сегодня у меня в гостях и я знаешь еще какую-то штуку прошлый раз когда у нас был с тобой подкаст я тогда недавно расстался с девушкой помнишь у нас даже час да она была посвящена прикинь и спустя два года я недавно расстался с этой же девушкой мне так приятно что ты вот максимально воссоздал ту же самую атмосферу чтобы мне было комфортно и никаких новых деталей много еще произошло за этого да да вообще глобально в целом я очень рад тебя видеть потому что я в какой-то момент потерял связь многие друзья потеряли связь с тобой мы беспокоились за тебя но сигналов о помощи никаких можно было расценить сообщение в твиттере как в общем санек интересно я во первых правильно ли я понимаю что ты вышел сейчас ко мне в подкаст спустя какой-то длительный перерыв информационной тишина у тебя было да ты знаешь его это вообще никуда не ходил нигде не снимался выступал только у себя у меня вот полтора года назад как-то накопилось много разных проблем и в жизни в личной вообще в целом в карьере в работе и это все как-то накопилось что я очень устал я в общем началось того что я устал что я восемь лет к тому моменту выступал и ничего кроме этого не делал только выступал выходные себе не делал что мне было важно это правда стать хорошим комиком постоянно выступать ну и оплачивать жилье себе еще и я полтора года назад потому что очень устал и надо уже делать выходные и я кое-как заставился сделать один выходной мне было очень страшно что я перестану выступать один день в неделю и все вообще пойдет по пизде я разучусь стоять на сцене и все люди перестанут ходить мне было прям очень страшно и я сделал один выходной и моя жизнь так улучшилась что я подумал может быть еще один сделал сделал еще один в итоге и мне руслан халитов говорит типа слушай ты не беспокойся что вообще перестанешь выступать я такой рус все в порядке у меня сейчас три выходных в неделю я очень хорошо себя чувствую и в итоге я вообще нахуй пропал, в принципе, потому что очень устал и отдыхал, просто дома сидел, представляешь, учился рисовать еще. О, интересно, мне реально очень интересно вообще, как ты эти два года провел, потому что пока мы с тобой встречались, вот реально, ты был самый хайповый комик стендап-клуба на Майдере. Да, так было, представляешь. Это было стопудово, это было безкомпромиссно на тот момент. Это было пару лет где-то так. Да, и это точно была твоя волна, которая тогда еще, когда мы с тобой встречались, у тебя не было этого дела про... Да, да, тогда еще все шло вверх, просто... Чувств верующих, оскорбления чувств верующих. У тебя концерты твои заходили, по несколько миллионов собирали, все типа заебись. Да, мне казалось, что это только лучше будет. Только лучше, реально. Мне казалось, что люди бесконечны в целом, и что аудитория будет расширяться до конца моих дней. О, блин, обсуждали это с Пушкиным именно, что ты думаешь. В общем, ты даже жил с двумя женщинами. Вот какой-то такой... Да, да. И давай так, начнем с того, что, насколько сильно повлияла вообще эта история с оскорблением чувств верующих, ты уехал в Европу выступать, я помню. Да. И на самом деле ты очень много ты очень много постил. Тебя было много в информационном пространстве, поэтому я сейчас не буду заставлять тебя проговаривать, что ты чувствовал. Ты все это рассказывал в Инстаграме на лайвах постоянно. Но, в общем, насколько я помню, пришло заявление в стейдж, в питерский клуб и по поводу твоего стендап-концерта. Ты увидел это заявление, к тебе пришли сотрудники на последний твой концерт в Москве, запланированный, и ты уехал в этот же вечер, насколько я помню, в Израиль. В Израиль, да. Я прям пересрался. И оттуда ты очень сильно пересравшийся. Максимально опасался. Создаешь информационный шум, ну такой, ты кричишь «Помогите, меня бьет Путин». Ты вот это кричишь. Слушай, ну я как бы, что, я всегда к этому так относился, что в таких ситуациях тебе единственное, что может помочь, это привлечь внимание к этому. Так. Вот. И я, собственно, вот это и как бы пытался сделать, просто привлечь к этому внимание, знаешь, чтобы как-то ситуация улучшилась. Двигаемся дальше просто по этой истории. Вопросов не заданных много. И ты едешь, у тебя прикольный гастрольный тур по Европе, который тебя поддерживает, тебя поддерживают в комьюнити, все рады, люди приходят на твои концерты, ты записываешь сольник, по-моему, в Украине или в Израиле? Нет, в Израиле. В Израиле ты записываешь сольник, выкладываешь его здесь на канал, он тоже неплохо заходит, все замечает. Ну так уже, не так хорошо. Но, давай так, смотри, у этого сольника уже впервые я вижу комментарии, где... Все в порядке, я, если что, привелся. Знаешь, типа, в Сёбе Саша Долгополов фрик, а когда тебя не любят, когда ненавидят и не согласны с твоей позицией, где говорят, что, ну типа, оскорбляют тебя и не согласны с твоей позицией. Раньше, условно, такого на твоих концертах не было, только, ну, в комментариях, в общей массе. Они не делились. Ну я бы не согласился, ты можешь зайти сейчас посмотреть на те, которые были до этого, и там прям ужасно, то есть лучше новые комментарии лучше не открывать, там прям, я бы вот, я такой, что я бы не, не выделил такое, знаешь. Мне кажется, что именно вот это как бы в... то есть у меня был такой момент, когда я чувствовал прям очень много хейта и какого-то вот волны негатива, но я... В этот момент был. Слушай, но это совпало примерно, но это связано с тем, что у меня к тому моменту, то есть у меня все это время аудитория росла очень органично, то есть приходили люди, которые реально хотели посмотреть и послушать, когда я появлялся там на канале клуба, когда пора разбираться началось, то есть все появления по чуть-чуть они набирали аудиторию. Потом я пошел к Дудю и аудитория в два раза увеличилась сразу, то есть у меня было сначала к тому моменту в Инстаграме 30 тысяч подписчиков, потом я сходил к Дудю и стало 80 тысяч. И то есть это все люди, которые пришли после того интервью, и естественно это публика, уже среди них много людей, которые уже не совсем готовы тебя принимать, то есть это неестественным путем постепенно пришла шире. И я вот уже тогда, когда концерты начал делать, то есть я продолжал после интервью с Дудю, стало намного больше зрителей, но я стал чувствовать, что они не всегда врубаются, понимаешь, что они не всегда на волне. Потом я уехал, из-за этого у меня еще стало больше, дошло, по-моему, максимально было 115 тысяч подписчиков, представляешь, в Инстаграме. И вот тогда уже прям очень много пришло людей, которые прям на негативе были, и у меня тогда с этим начались проблемы, потому что все это время я в соцсети не вел, то есть я не блогер, у меня подписчики накапливались только за счет того, что я снимаюсь где-то, я никогда соцсетями не занималась, и из-за этого я не работал над аудиторией, то есть когда я стал заниматься своими соцсетями, обнаружил, что очень много людей подписаны, которые мне просто не нравятся, и это был очень тяжелый период, когда я пытался выстраивать границы с аудиторией, много банил, знаешь, людей, вообще выстраивал правила, как мне вообще с этими людьми взаимодействовать. Не в этот ли это период произошло, когда о тебе начали писать и в BBC, и в Russia. Ну да, в этот момент и произошло, очень много прям стало негатива. Получается, примерно я прав, что пришла вот эта масса, которая знают тебя просто как публичную личность, но они знакомы вообще с твоим творчеством, они просто такие, а, с этим человеком происходит эта хуйня, нам интересно за ним понаблюдать. Да, потом они смотрят твой стендап и очень злятся, потому что им это не нравится. Да, они не из-за этого здесь. Они не из-за стендапа здесь, да. И что происходило с тобой в этот момент? Потому что по мне я потерял тебя, я помню, что мы с тобой прям, ну то есть, правда, мы перестали общаться, я помню, что ты мне пару раз не отвечаешь, я перестал тебе писать, и более того, мы обсуждали с нашими друзьями, комиками, что такое происходит со всеми из стендап-клуба, что как бы нас лично всех успокаивало, что ты не конкретно, не конкретно у нас с тобой какой-то конфликт, а это просто твоя какая-то жизненная позиция. Было бы отстойно, если бы я только с тобой перестал общаться и со всеми бы продолжал общаться. Мне кажется, все из-за этого такие, а он себе тоже не пишет, а, ну так спокойно. Я бы приходил к тебе на подкаст и вот только с ребятами бы общался с тобой, бы не разговаривал. Чем мы виноваты, во-первых, интересно узнать, почему. Так, и что произошло после того, как ты выложил этот сольник в Израиле, насколько я помню, началась пандемия, и как ты так хайпуя в тот момент, самостоятельно хайпуя, то есть ты сказал, что ты не блогер, но в тот момент твои социальные сети работали постоянно, причем ты сильно привлекал внимание. Как ты после этого просто взял и тихо, спокойно вернулся в страну, где тебя ненавидят и хотят убить и расчленить? Вот у всех есть такой вопрос, мне кажется. Слушай, но это у меня точно не было такого ощущения, что меня ненавидят и хотят убить и расчленить. Но ты об этом кричал. Слушай, ну я это делал, чтобы как бы привлечь внимание к этому, и я не знаю, ну то есть мне казалось, что я, что люди понимают, о чем речь. Вот. И я... Поясни, я неправильно понимал, то есть, или что, поясни мне, что ты, что не так? То есть в чем разница? Что ты думал, что люди понимают, а на самом деле они не понимали? Ну вот то, что ты сказал, что у меня не было чувства, что я возвращаюсь в страну, где меня хотят убить и расчленить. Не знаю, я же такого... То есть я неправильно... Я же не говорил, я же не говорил, что меня хотят убить и расчленить. Ну я сейчас утрировал, Сань. Ну да. Ну я утрировал. Ну в общем, я в какой-то момент начал думать об этом, и уже я, когда уезжал, у меня было реально ощущение, что, возможно, я бы не хотел возвращаться. У меня к тому моменту уже я чувствовал, усталость уже копится в целом от того, что я постоянно работаю, и вот то, что произошло, то, что написали заявление, это какое-то стало, знаешь, последней каплей, то есть меня прям это расстроило очень, мне прям обидно было по-человечески. Я думал, блин, какой отстой. Я вот работаю все это время, стараюсь, я вот выступаю, я смешу людей, вот это все, что мне нужно, чтобы люди просто смеялись, а тут бац, приходит какой-то чел вообще просто с нихуя, и у тебя появляются проблемы. Я думаю, блин, вот какое же говно, вот как неприятно вот в такой ситуации находиться. И мне так обидно от этого стало, что я решил, что я вот не хочу больше в этом находиться, я попробую переехать. И вот я уехал, я прям реально рассчитывал на то, что вот сейчас я попробую здесь закрепиться, попробую найти себе выступление, попробую остаться, что-нибудь оформлю, какие-нибудь документы, там визу сделаю. И в целом, я так и планировал, я планировал еще поехать в Америку выступить, мы там договорились, я подумал, может быть, я там и останусь, какую-то визу, знаешь, что я сделаю. Потом фигак, началась пандемия, я даже не смог, у меня был план, я купил билеты в Америку из Израиля, и визу в Америку хотел в Израиле сделать, потому что за границей, да, это возможно, и там типа быстро делают. Но нужно очередь ждать месяц, и я подумал, что хорошо, как раз этот месяц в Европе повыступаю. Я планировал из Израиля поехать в Европу, выступать там месяц, потом вернуться в Израиль, сделать там визу, и поехать в Америку. Такой был план. И я начал выступать в Европе, и последние выступления были в Украине, и из Киева, я уже все, иду в аэропорт, даю свой паспорт, там билеты показываю, и они говорят, подождите, а можно посмотреть, где вы были за последнее время? Тогда началась пандемия, и были страны из красной зоны, из которых тебя в Израиль не пускали, если ты у них был. И это Германия, Австрия, Франция, и они смотрят, у меня последние страны, Германия, Австрия, Франция, я вообще везде побывал, где нельзя, и меня просто не пустили в Израиль, и я понял, что план немного меняется, и я поехал тогда в Австрию, я решил там сделать визу, потому что там тоже можно сделать быстро, если ты россиянин. И я поехал туда, сидел там, потом в какой-то момент вышел погулять, и смотрю, людей нет на улице, захожу в магазин, мне нужно было чемодан купить, и я спрашиваю продавщицу, а тогда из-за того, что пандемия начиналась, и как бы еще в России, и в русскоязычном инфополе этого не было, поэтому я не совсем поняла, что происходит, то есть сейчас я понимаю, когда все закрывается, пиздец, тогда я смотрю, людей нет, да, я думаю, что за хуйня вообще, я думаю, ебать, европейцы вообще загоняются по какому-то коронавирусу, блядь, просто дураки, захожу в магазин, спрашиваю, а чего у кого нет, она говорит, мы закрываемся, у нас с понедельника вообще полный карантин, и я начал думать, что мне делать, что я понял, что я за границей, я в Австрии, блядь, я не знаю, этот ебучий немецкий, вообще нихуя open mic'ов нет, ничего не повыступаешь, в Америку не попадешь, все полный пиздец, я стал думать, что мне делать, понял, что вроде бы уже постепенно все затихло, и кажется, можно попробовать вернуться, я решил, что я вернусь, пережду, и потом еще раз попробую. Да, повестка сильно сменилась, всем стало резко, на тебя вообще похуй, вообще на все такие вещи стало похуй, самое главное, что стало, это коронавирус, и насколько он опасен, это вообще просто наполненное информационное поле. Да, было какое-то чувство, что в целом уже, знаешь, как-то, как-то у меня уже было чувство, что возможно, можно попробовать уже. Так, и ты просто спокойно берешь билеты себе из Австрии в Россию, и спокойно прилетаешься, и никто не встречает, тебе на паспортном контроле никто ничего не говорит. Нет, и Russia Today тебя после этого не заебывает. Слушай, нет, вообще в целом как-то какого-то внимания особого я не чувствовал спустя, после этого. Приехал домой, сидел, и я вообще думал, сейчас приеду домой, отдохну, там еще ввели правило, что если ты из Европы возвращаешься, тогда это вот сейчас за март 2020, две недели нужно посидеть дома, и я такой, ну сейчас посижу две недельки дома, и все, буду выступать, пиздец, я еще так соскучился, когда приехал в Россию, не думал, что у меня это будет, прям так тронет, но я когда в аэропорту прям иду, я смотрю, там везде все надписи на русском, все на русском, и меня это почему-то так, знаешь, так обрадовало, потому что я за это, соскучился, слушай, не то чтобы я соскучился, я просто устал, вот когда я все это время был не дома, все эти надписи нужно на русский в голове переводить, все, что написано, ты либо на английском, ты это читаешь и переводишь, с людьми на английском общаешься только, и у меня это мозг в таком напряжении был, что я когда вернулся и увидел, что надписи на русском, у меня немного диссонанс был, я немного был в аху, и я подумал, пиздец, как удобно, что они вот для русских отдельную страну придумали, где надписи прямо на русском, и не нужно их на русский переводить в голове у себя, то есть это прям странновато было, знаешь, я подумал, ебать, здесь русских любят вообще, как удобно для русских здесь сделали, вот. Вау, с другим человеком вернулся. Какая удобная страна здесь для русских. Для жизни. Да, вот, и я какое-то время сидел дома, потом начался карантин, и вообще, пиздец, я сидел дома просто до лета, и вот только летом начал выступать снова, представляешь? Ну, как и все, собственно. Карантин начался. Сидел дома. Было ли такое, что... Смотри, у меня было ощущение, что комментаторы, с которым ты открыто давал кучу вообще доступа для комментирования всех твоих видосов, каких-то заявлений или еще что-то, тебя съели и победили в какой-то момент. Слушай, ну я, конечно, не скрою, что я прям расстроился. То есть для меня это было тяжело очень. Я никогда с таким не сталкивался. И в целом я никогда не очень социальный человек. И я первый раз столкнулся, во-первых, с такой большой аудиторией. И я первый раз столкнулся с тем, что было очень много людей, которые испытывают к тебе негатив. И я прям расстраивался. Сначала меня это, конечно, выбивало из колеи. Я не совсем понимал, что с этим делать. Но в итоге, мне кажется, я разобрался с этим. Я просто выстроил для себя безопасное пространство, где я могу не взаимодействовать с этими людьми в соцсетях. Я понял, что это нормально ограничивать этим людям доступ к тому, что ты делаешь. И в целом справился с этим. Но это, конечно, очень сильно меня расстраивало. А чем пришлось пожертвовать, чтобы выстроить эту зону комфорта? Да ничем. Просто начал банить людей. То есть у меня до этого, я никогда этим не занимался. Я просто всегда думал, как? Типа, вот мнения разные должны быть. Да, это мое видео я выложил. И вот человек здесь такое пишет. Но потом я стал понимать, что это работает немного иначе. То есть когда это в нормальных количествах, все в порядке. Но иногда бывает такое, что это слишком, если в твою сторону идет волна негатива, то этого становится настолько много, что оно само воспроизводится. То есть люди уже на это смотрят и думают, а, видимо, здесь так надо. И это продолжается. И в такие моменты лучше это останавливать, для того, чтобы это не продолжалось. Ну и для себя, просто для своего состояния, чтобы себя ограждать от этого. Просто останавливаешь и все. Вот. Но я продолжил в целом выступать, когда кончился карантин. Какое-то время походил, еще повыступал, даже где-то, по-моему, поснимался. Но у меня уже было ощущение, что я и устал. И меня это очень сама ситуация с тем, что мне пришлось уезжать, расстроило. И я прям, мне, ну, нехорошо себя чувствовал. И у меня еще в личной жизни был непростой период. Я пережил расставание тогда, непростое. И, в общем, все так накопилось, что я решил, что мне нужно отдохнуть. Начал делать все выходные. И в итоге понял, что мне хочется еще найти что-то в своей жизни. Я просто еще что понял, что я за эти 8 лет только выступал. И у меня вообще в жизни ничего не было. То есть я в своей жизни проживал. И я вот начал выступать, когда мне было 18. Да, и Олэн приехал в Москву, просто снял квартиру и все время посвящал стендапу. Да, и мне вот я, мне оказалось, я понял, что у меня 26 сейчас. И я даже не знаю, какой я человек. То есть я себя не знаю. Я с собой время не провожу. Вот я помню себя только таким, как у меня было 18. Потом я начал выступать, у меня не было времени на себя абсолютно. И я решил, что у меня очень много вещей накопилось, с которыми мне нужно разобраться. И это очень много времени занимало. И мне хотелось еще, у меня было чувство, что вот все мои любимые комики, они что-то еще делают. То есть, например, вот Стюарт Ли пишет книги еще. И мне хотелось тоже, у меня всегда было чувство какой-то нереализованности, что у меня хочется что-то еще делать. Но у меня не получалось, потому что я только выступал. И я подумал, что это отличная возможность. И чтобы отдохнуть, и чтобы наладить свою личную жизнь, и чтобы научиться еще получить новые навыки, чтобы уже не чувствовать себя так. Потому что когда я начинал выступать, мне прям нравилось. Я чувствовал, наоборот, что это меня наполняет. Типа, круто, пиздец, я стендапом занимаюсь, вообще как в Америке. Но постепенно, наоборот, я стал чувствовать, что особенно, когда пандемия началась, и ты не можешь выступать больше, и ты просто сидишь дома, и ты думаешь, а я вообще кто сейчас? У меня есть какие-то навыки, какую-то пользу я приношу, что-то я делаю, и ты просто немного теряешь себя, когда не можешь работать. И мне стало важно еще наполнить свою жизнь новыми делами. И вот я начал думать, чем заняться. Понял, что мне всегда нравились комиксы. Подумал, попробую научусь рисовать это. Начал читать учебники разные, начал рисовать. И в итоге за вот это время нарисовал два комикса маленьких по 14 страниц. И я понял, что это мне очень нравится, но я не ожидал, что это так тяжело, что так много времени занимает. На один уходит месяц. Месяц, пиздец. Даже больше. Больше месяца уходит на один маленький комикс. Маленькая история. Сколько страниц? 14 страниц. Я вот даже, я решил это сделать прям, чтобы вот в эфире это было, я решил тебе... Ух ты! Я тебе напечатал, решил тебе подарить. А, пока более чудес. Да, вообще у меня огурцы закатанные. Вот, пожалуйста, это мой первый комикс. Это, ну это напечатанный. Это напечатанный. я его сначала нарисовал карандашом, потом чернилами обвел. Вот. Ограждение. Комикс Александра. Да, его можно бесплатно прочитать в Телеграме. У меня в канале есть канал про комиксы. А где можно получить такую классную... Бумажную версию? Бумажную версию. Которую всего 500. Слушай, ты знаешь, я, короче, одно время думал прям сделать мерч и продавать их через интернет, но сначала решил попробовать их продавать на концертах. Вот мне нравилось еще... О, это движуха, как в 90-х они продавали свои ВКСки и CDB. Вот, и мне всегда нравилось, что я смотрел концерты Стюарта Ли, и он всегда на выходе книги свои продавал и подписывал. И мне всегда тоже хотелось такое попробовать. Я вот решил с комиксами, я одно время так делал, и в целом мне понравилось, но это прям заебывает. Знаешь, после выступления ты еще должен стоять, и я их... Иногда, когда у меня есть настроение, я с собой беру их и на выходе продаю. Но в большинстве случаев мне просто лень тащить их с собой, поэтому я просто говорю, чтобы люди в Телеграме читали бесплатно. Все. Серьезно? На сайте сделал бы кнопку «Поддеть», и все присылалось бы людям. Зацените. Смотрите, какая рисовка. Вау, Санек. Спасибо, спасибо. Я как человек, который не умеет ни хуя в этом плане, восхищаюсь. Правда, кайф. Спасибо, Вов. Сайт. Блин, я буду рад. Так, и кролики появились у тебя примерно в тот момент, когда у меня появились хомяки, Ты тоже взял себе на пандемию. Слушай, у меня вообще было два, это кролики, которые у меня были в предыдущих отношениях моих, которые закончились. У моей бывшей было два кролика, и когда у нас закончились отношения, я попросил, чтобы они у меня остались. И у меня их было двое, мальчик и девочка, и они уже были в возрасте, и однажды девочка умерла. Это был пиздец прям, то есть я, у меня был тяжелый период, потому что я тогда пережил расставание, и вот я еще чувствовал усталость, я еще тогда вот был на этом стрессе, и меня очень пугало вообще в целом, что у нас в стране происходит, и я вот только недавно вернулся, и вот это еще я не до конца пережил, и был какой-то ужаснейший день, когда я ночью возвращался с выступления домой, и у меня на этаже стеклянная дверь на лестничную клетку, и у меня такой дом, что там очень много посуточно снимаю всяких ебанатов, которые отвратительно себя ведут, и они, я прям помню, что я выхожу на выступление вечером, и я тогда ужасно себя чувствую, целыми днями плакал, пиздец, отвратительно, отвратительно проводил время, я помню, что у меня отключили воду горячую, и мне нужно было тазик наполнить с водой, чтобы помыться, и меня так расстроило, что я начал плакать, и пока я плакал, вода остыла, и мне пришлось мыться холодной водой, то есть пиздец, я прям, я помню, что я прям стоял в ванной, прям ревел, у меня прям сопли текли, слезы, я прям не мог собраться, выхожу на выступление, и я вижу прям, как там люди пьяные с клетки, которые посуточно приехали просто отдохнуть в Москву, они громко хлопают дверь, и она вдребезги разбивается, стекло разлетается, и я еще один живу на лестничной клетке, потому что дом хуевый, все знают, что там посуточно снимают ебанаты, и все нормальные люди съехали оттуда, и я один живу на этаже на лестничной клетке, никто это стекло не может убрать, я весь в слезах, отвратительно, у меня нет сил, разбил стекло, эти пьяные чуваки, я им говорю, бля, просто идите, я уберу сам, и я взял швабру из дома, и я, у меня не было сил убрать просто стекло, и я просто себе дорогу через стекло вот так расчистил, чтобы можно было выходить из дома, я ушел, вернулся на утро, просыпаюсь, пиздец, это просто невозможно, встаю, и вижу, что кратчиха не двигается, я понял, что она умерла, у меня никогда не было животных, и у меня никогда не умирали животные, это был такой пиздец, и в общем-то, у меня остался один после этого, но кроликов нельзя, чтобы они по одному были, поэтому нужно было ему еще кого-то найти, и мы не смогли найти ему подружку, но смогли найти парочку малышей, которые у них, жесть была, короче, и их женщина решила, она решила разводить кроликов на продажу у себя дома, и у нее два появилась мальчика и девочка, и они жили в клетке маленькой с морской свинкой, так нельзя кроликов держать, они должны быть либо на свободном выгуле, как коты, либо в вольере, они жили в маленькой клетке, их кормили каким-то зерном, что тоже нельзя делать, они были больны ужасно, и их забрали в приют, вот девушка забрала, у которой мы их и взяли, вот, и они ко мне приехали и стали жить с тех пор, и у меня было вот три, получается, кролика все это время, полтора года, представляешь? Много какашек. Слушай, ты знаешь, как вот они у меня сначала жили в вольере все, в двух вольерах, потому что они не подружились, и этот один дедушка, уже он, причем он маленький, то есть они разные, то есть вот тот вот старый, он такой малюсенький, с такими большими ушами, а они большие, крупные, веслоухие, и они просто йобики, то есть они ничего плохого не делают, они к нему просто приходили, в его лоток срали, там его сено ели, его воду пили, просто хорошо проводили время, а он прям злился, и он нападал на них, но он слабее, и он всегда огребал от них, они ему откусили ухо, то есть вообще жесть, и их пришлось по разным вольерам рассадить, и вот они одно время были в разных вольерах, и потом меня стало прям что-то задалбывать, типа что это вообще, это много места занимают вольеры, я стал думать, пиздец, неудобно вообще, полквартиры заняты этими вольерами, и я решил попробовать убрать вольеры, чтобы они на свободном выгуле были, и это было худшее решение в моей жизни, потому что они все грызут, они везде копают, они мне прогрызли провод для интернета, мне перестал работать интернет, я позвал мужиков, мастеров, чтобы они починили интернет, они говорят, а что у вас с проводом случилось, мне было так стыдно сказать, что у меня просто кролики прогрызли провод, я подумал, блядь, это я прогрыз. Да, пришлось взять на себя, это чтобы не было так стыдно. Я случайно... Слушай, ну я просто подумал, я подумал, блядь, два взрослых мужика, вот они приехали, весь город проехали на вызов, из-за того, что у меня кролик прогрыз провод, мне было так перед ними стыдно, и нужно, я, короче, заткнул все, у меня все было в подушках, везде внизу затыкано, чтобы где провода, чтобы они не пролезли, у меня между кухней и комнатой я поставил решетку вот так, потому что они двое с тем стареньким дрались, и я старенького в комнате поселил, а тех двоих на кухне, и я хотел сделать... Да, я хотел сделать дверь на кухню маленькую, знаешь, для животных, но там нужно сверлить, я не умею сверлить, поэтому я взял у них от вольера там кусок, есть решетка, и она по размеру прям идеально подошла в проход на кухне, я вот так ее вставил, и приходилось... Я это как временное решение сделал, но в итоге полтора года так простоял. У меня пришлось... Ничего более, вечно более... Да, и я перешагивал через нее каждый день, и в итоге прям устал очень сильно это делать, вот, и я в последнее время прям стало замечать, что мне тяжело, что я не справляюсь, то есть они у меня появились в такой период, когда я понимаю, что я человек взрослый, что я ответственность на себя должен брать, который у меня есть, но это был очень непростой период, и я думаю, что я, если бы сейчас принимал решение, брать для себя животных так много, я бы еще обдумал это, и я не знал, насколько это тяжело, и вот они у меня были полтора года, стало... я понял, что мне уже тяжело справляться, и я... мы договорились с моей бывшей девушкой, чтобы она вот того старого пока что забрала себе, и те двое остаются у меня, я немного еще свое жилье переоборудовал, чтобы было... Где спать? Чтобы было где жить мне, да, потому что я стал чувствовать, что это вообще их дом теперь, и я просто здесь иногда, знаешь, убираешься. Да, убираю за ними дерьмо. Вот. Так что... Это, конечно, очень непросто. Было желание сдать кроликов куда-нибудь? Слушай, вообще, на самом деле... В ресторан. Ну, точно не в ресторан, но у меня бывает иногда, что я прямо устаю, и я думаю, блин, я не справляюсь. Но вот я поэтому пытаюсь найти какие-то решения, которые... Потому что вот с тем стареньким, как бы, еще можно что-то придумать, потому что у него есть моя бывшая девушка, которая... У которой он жил все это время. А те... Просто у них никого нету. И поэтому, естественно, очевидно, я буду за ними дальше продолжать ухаживать. Но это очень тяжело. Они не по 12 лет живут кролики? Слушай, ну, в среднем они всегда так живут. 10, примерно 10. Но веслоухие кролики живут меньше, потому что у них инфекции постоянно, знаешь. Из-за того, что висят уши, это неестественно. Это... Искусственно люди вывели, чтобы на свадьбу было продавать их, чтобы людям нравилось, какие милые в корзине сидят, веслоухие кролики белые. Вот. И у них из-за этого постоянно отит, вот это все. И они меньше живут, чем нормальные. Вот. Блин, их можно около окна держать на сквозняке. Да, да, слушай, Слушай, у меня было одно... Вот я не знаю, что не так, но вот я поэтому не люблю, когда что-то дома ломается, и нужно мастеров звать, потому что они пиздец. И у меня недавно стиралка сломалась, надо было мастера позвать. И он зашел на кухню, там стиралка стоит, и он смотрит на этих двоих в вольере, и он говорит, о, о, круто, говорит, а что вы их это разводите, типа сожрать, зажарить? И мы с девушкой смеемся, говорим, да, да, ага. Подумали, ну, поугарал. И он дальше чинит, и такой, ну, смотрите, а что у вас? А стиралка поломалась, потому что они когда гуляли, они шланг прогрызли, и вода начала вытекать. И он говорит, ну да, говорит, да, ну, чтобы такого больше не было, вы их зажарьте и сожрите. Я думаю, бля, это уже странно. И он весь, все время, что был у нас, шутил про это, и я подумал, блядь, вот неужели он не понимает, что это просто животное домашнее? Я подумал, ну вот неужели ты не можешь себя поставить на место другого человека? Это как если я пришел к нему домой, и у него дети, и я такой, бля, а что вы не сожрали их еще? Не съели? Решили оставить пока их? Решили не есть пока детей своих? Не знаю, странно. Голодный был. Возможно, да, можно было, надо было, наверное, угостить, может, он намекал так просто. Это бы забавно, если бы он нашел и вот, кролик. Интересно. И, короче, у тебя получалось полтора года пандемии, это рисование комиксов, забота о кроликах и минимальное выступление. То есть то, что я видел у тебя, это Москва и Питер. Вообще, ты почему так сузил свою аудиторию? Да, ты знаешь, я вот перестал выступать где-либо, кроме своих мероприятий. Я вот думал, как, когда я начинал делать все выходные, у меня был страх, я думал, что если я вообще перестану выступать? Вот это же как бы, вот это моя главная самоидентификация, что я комик. Если я перестану выступать, что я тогда буду делать? Но потом я подумал, окей, если я перестану выступать вообще, и мне будет нормально, я себя буду хорошо чувствовать, то это плюс для меня наоборот. Значит, моя жизнь стала лучше, значит, я делал все это время немного не то. Если мне будет отстойно, и мне будет грустно, что я не выступаю, ну, буду выступать тогда. И я подумал, ну, буду добавлять себе выходные, пока не пойму, что хватит. И оказалось, что в целом мне не стоило этого бояться. Оказалось, что я люблю выступать, на самом деле, как и раньше любил. Но я оставил себе только раз в неделю проверки, где я один выступаю, просто полтора часа бубню. И оставил себе еще концерты в Москве и Питере, чтобы можно было зарабатывать деньги. Я хотел бы ездить еще по стране выступать, но у меня получилось только в сентябре это сделать, потому что это был единственный промежуток времени, когда ограничения более-менее ослабили, и можно было выступать. А в остальное время не поездишь. Вот сейчас опять тоже омикрон. Как оправдание. Ладно, все вот, все катаются. Думаешь? Да, я вот два года до Украины с Колей не могу доехать, потому что мы перенесли концерты как раз в самом начале карантина. И мне даже немного стыдно, потому что уже все за это время съездили, уже все, кто мог съездить, а мы только в мае поедем. Ой, кстати, я хотел сделать, да, этот анонс. Меня просили, в мае мы с Колей до вас доедем. Круто, круто. Пока нет, точно. В Украине вообще потрясающе выступать. Ну, ты знаешь, но я на самом деле не знаю, я не знаю, но я хочу ездить. Я просто каждый раз мы вот с менеджером, с моим, обсуждаем это. Можно ли сейчас поехать? И мы приходим к выводу, что сейчас риск есть, что перенесется или отменится, знаешь. Такой всегда есть риск. то есть, вот сейчас мы 12-13 мы едем там что-то Нижний Казань, это концерты перенесенные изначально, мы с ними полтора года назад первый раз поговорили. Слушай, ну, не знаю, ну, короче, я очень хочу ездить, вот единственное, что мы как-то к этому всегда приходим, что может быть. Но, знаешь, как я думаю, что если бы у меня была необходимость, я бы начал, как бы что еще, мы хотим брать просто большие залы, знаешь, а вот, как я понимаю, в больших залах сейчас, ну, насколько это возможно, а как я понимаю, что в больших залах сейчас проблемы, что сложно, и только в маленьких, нет? Мы делали большие залы, вот, ну, в общем, видимо, мне стоит поговорить со своим менеджером на это тело, но я вот особо еще на этот счет не парюсь, потому что я как решил, раньше я себе ставил дедлайн, чтобы снять концерт раз в год, и вот у меня было право, что я езжу год обкатываю, и потом я снимаю концерт, и у меня... Безумный темп, надо сказать. Слушай, ну вот я просто, я думаю, что мы все более-менее как бы воспитаны на комиках, которые так говорят, потому что вот все наши любимые комики, которыми мы всегда восхищались, они всегда говорят, раз в год, нужно раз в год снимать, раз в год снимаешь, обкатываешь и потом снимаешь, и я подумал, попробую так, и вот все это время я пробовал так вот, и я для каждого концерта ставил себе цель, то есть на первом концерте у меня была цель просто научиться час стоять на сцене, на втором у меня была цель агрессивную подачу сделать, и я это сделал, на третьем, вот который мы в Израиле снимали, у меня была цель спокойную наоборот сделать подачу, и чтобы не было мата, и вот я это сделал, и как бы я чувствую, что все эти концерты, как бы я ими доволен, в том смысле, что они все выполнили свою цель, которую я ставил, и сейчас я уже, когда подошло время новую программу собирать, я понял, что что-то меня уже не прикалывает, что-то мне не хочется раз в год снимать, и я начал думать об этом, понял, что мне уже хочется прям хороший концерт сделать, просто что-то написать, чтобы было смешное, чтобы уже не просто для себя сделать, чтобы я понимал, да, вот здесь я сделал концерт, где у меня одни вонлайны, а чтобы уже люди... Не эксперимент, а для людей. Да, чтобы люди смотрели, чтобы прям им понравилось, и я понял, что для этого нужно больше года, потому что за год ты не сможешь, ну, я не могу написать такой концерт, и я за год могу только собрать какое-то количество заходов, которые в лучшем случае работают на хороший зал, вот, а так велика вероятность того, что будет пиздец плохо, и я решил, окей, я раз в два года обкатываю и сниму, и у меня был план, что год я выступаю только в Москве и в Питере, а потом год я выступаю по стране, и вот так можно растянуть, то есть в чем еще проблема? Почему ты не можешь бесконечно выступать? Вот у меня была какая проблема, что ты же за год более-менее все объезжаешь города, и второй раз ты с тем же не можешь вернуться, поэтому снимаешь раз в год, и чтобы это растянуть, я подумал, год выступаю в Москве и в Питере, потому что публика здесь позволяет. И год езжу. И вот я выступал год с сентября 20 по сентябрь 21 в Москве и Питере. Настало время ездить. Я поездил в сентябре. Потом мы поняли, что Типресково еще. И ограничения. И продолжили выступать в Москве и Питере. И вот уже полтора года, считай, я почти выступаю. И я стал замечать, что люди вроде бы, кажется, ходят чуть-чуть меньше. То есть у меня был какой страх еще. Я вот боялся, когда решил, что мне нужен прям глобальный отдых. Я боялся, что как только я перестану выступать, как только я перестану сниматься где-то, все, пиздец. Люди забудут нахуй, не будут ходить. Мне прям было страшно. И вот уже полтора года прошло. Я нигде не снимаюсь, нигде не появлялся. И люди ходят. В Инстаграме 8 тысяч подписчиков отписалось. У меня было 115, стало 107. И я думаю, грустно, конечно. Особенно, когда смотришь, какие большие залы другие комики собирают, которые раньше меньше тебя собирали. И думаешь, блин, грустно. Но не так страшно, как я думал. Потому что я думал, что вообще прям пиздец будет. И как бы немного успокоился. И что? И вот полтора года уже. И я смотрю сейчас на свою программу и думаю, блин, вот два года, конечно, хорошо. Я примерно могу спроецировать, как она будет выглядеть еще через полгода, когда будет два. И я думаю, что будет прикольно. То есть я так далеко не заходил. Еще как сейчас. Полтора года я никогда не обкатывал. И я стал иногда на выступлениях замечать моменты, которых раньше не замечал. Допустим, как люди могут сильно смеяться. То есть иногда я смотрю, думаю, вау, такого у меня не было еще. То есть это уже от того, что материал уже... И я проработал его лучше. Сбитый. Ну и чисто математически я за это время больше шуток написал и выбросил много не смешного и больше смешного. Вот. И как он обкатан, и как я уверен, и как я могу... Какие у меня есть резины. То есть у меня уже много накопилось резин на разные ситуации, которые в зале могут произойти. И разогрев. Я всегда общаюсь со зрителями, но это по большей части резины. То есть я не умею импровизировать залом. И это все резины. Но иногда получаются такие вечера, когда зрители, я их о чем-то спрашиваю, и каждый ответ попадает в то, что у меня есть, заготовка. И тогда разогревы прям охуенные получаются. И я думаю, блин, вот когда будет два года, будет еще лучше. Но все равно мне кажется, что будет недельно. И сейчас я думаю о том, чтобы может быть еще дольше обкатывать. Знаешь, можно на третий год пойти. Вообще я думаю, прикинь, если ты пять лет обкатываешь, какой будет разъеб. Ну, то есть если... Не факт. Почему? Ну, потому что не факт. Ну, почему ты так считаешь? Потому что я знаю, что я, как человек, я знаю, что такой протухший материал. То есть ты думаешь, что... Я считаю, что через пять лет тебе самому уже просто неприятно от самого себя, что ты рассказываешь. Но смотри... Эти шутки, они уже не так звучат. Я знаю. У них нет столько души. Ты уже другой человек. Хорошо, у меня есть к этому пока что какое решение я нашел. Я стал замечать такое, когда год тоже постоянно с одним выступаешь. Стал замечать, что уже где-то месяцы на третьем тебя уже пиздец заебывает. И что я начал делать? Я стал просто постепенно свой материал... То есть у меня никогда нету четкой программы, которую я рассказываю всегда. У меня есть шутки, всегда они циркулируют. То есть я каждый раз всегда добавляю новый материал, который замещает старый. И тот старый, который выбывает, я его откладываю. И потом постепенно, через какое-то время, когда я уже отдохнул, я его возвращаю и еще стараюсь дописывать. Вот. И это тебе не позволяет... Это вроде бы и позволяет тебе материал накапливать, но с годами. Но и не позволяет тебе уставать от старого материала. И позволяет тебе новое дописывать. То есть он вот так циркулирует. Если сравнить программу, которую я рассказывал полтора года назад, и ту, которую я сейчас рассказываю, там вообще нет шуток, которые совпадают. Но иногда я шутки, которые тогда рассказывал, пытаюсь вернуть и посмотреть, работают ли они до сих пор. И если они работают, я их оставляю и продолжаю рассказывать, пока они снова не заебут. И вот я думаю, что вот если бы три года, вот три года если обкатывать, тогда точно, мне кажется, уже можно говорить о том, чтобы это мог быть хороший концерт. А если пять лет? Ты не боишься закопаться в перфекционизме в этом? А если десять лет, Сайнфилд десять лет? Слушай, ну ты знаешь, вот как бы у меня пока страха такого нет, потому что я из чего схожу? Из того, что мне нравилось. Вот мне раньше, когда я ставил себе цель, раз в год я снимаю, мне пиздец нравилось. Я прям был вообще мотивирован жестко. Мне нравилось писать, новое собирать, чтобы успеть. Потом мне постепенно это стало надоедать. И вот когда я начал эту программу обкатывать, с мыслью, что я через год снимаю, начал думать, что и начал чувствовать, что мне как-то не веселит это, мне как-то не весело, уже неинтересно. Потом я решил, что я сниму, когда будет готово, либо когда люди кончатся просто, которые могут прийти. И мне прям это начало, знаешь, прям я начал удовольствие получать. И сейчас мне очень нравится. Мне очень нравится выступать, мне очень нравится чувство, что я никуда не тороплюсь. Мне нравится чувство, что если я какой-то блок у меня появился, то мне нравится чувствовать, что все в порядке, то есть я над ним буду работать сколько мне надо и что еще мне нравится, почему я решил такое сделать, потому что раньше у меня как было, я снимаю концерт, начинаю после него обкатывать новый и тут же какая-то появляется шутка, которая бы идеально встала в блок в прошлый концерт, и я думаю, блядь, как было бы круто вот их соединить и вот сейчас у меня начало такое появляться, когда вот я уже полтора года обкатал, и у меня начинают появляться шутки новые, которые хорошо встают со старыми и это такое крутое чувство, когда ты понимаешь, что это вот монолог, который естественно пишется, то есть не как на ТНТ, когда они тебе говорят напиши монолог про отношения, и ты вот просто сел типа в среду вечером и постарался какое-то рассуждение написать про отношения, про очень сложную тему, а когда ты долго обкатываешь, ты сам меняешься как человек, у тебя меняется восприятие и это позволит тебе одну шурку с одной стороны, то есть вот то, что Джуди Картер и говорит, делать с разных сторон, ты одну тему рассматриваешь, с одной стороны ты рассмотрел, потом у тебя ты спустя полтора года с другой стороны на эту тему посмотрел, и вот у тебя уже две шутки в один угол, и мне вот это очень нравится сейчас вообще, я вот пока что меня прикалывает это, я решил продолжать, пока если 10 лет я буду обкатывать и я буду на приколе из-за этого вообще, блядь, с удовольствием я понял, что типа зреть, зреть будет концерт, зато ты подумаешь, ажиотаж зрителей, что все равно даже через 10 лет будет интересно, блядь, реально чего он там 10 лет? слушай, ну да, но это может быть вот я думаю, что с этим можно переждать знаешь, что люди, да, реально устанут, как с какими-нибудь, знаешь, играми типа Duke Nukem Forever, которые ждали просто 20 лет, и в конце такое дерьмище получилось невозможно ожидания будут очень высоки слушай, ну и как бы я, даже вот не столько для людей, ну, сколько, мне вот самому хотелось бы хотя бы раз сделать что-то, что я знал бы, что это прям хорошо, что вот я этим доволен, как, знаешь, типа как концертом, то есть, что вот каждая шутка на своем месте, потому что все предыдущие концерты, несмотря на то, что они все как бы цель свою выполняли я их когда пересматриваю, я думаю, пиздец вот это я просадил на 10 минут здесь, блядь, на записи концерта, у меня материал, который просаживает 10 минут зрители просто вот так смотрят в пол или просто, блядь, просто вообще аплодируют, сидят, не смеются, или шутка над которой они не смеются, но аплодируют и вот мне хотелось бы такого избежать, знаешь, чтобы просто был концерт, где люди смеются, и все, и хороший материал, и интересный, и не просто они смеются над заходами, типа, да, вот, вот, знаете, бывает, когда доставка, пиздец, да, ебать, они опаздывают всегда, а чтоб там был прям интересный, оригинальный материал, да, к этому мы стремимся, блин, я в Екатеринбург съездил, и там открылся стендап-спот, я вот хочу побывать там, это потрясающе, место, огромный респект гору, огромный респект, атмосфера чудесная, зрители великолепные, я съездил туда, снял концерт, и вот через пару недель выпущу, вау, вау, круто, круто, я поэтому очень рад, я, знаешь, что еще хотел спросить, Санек, а почему, вот все-таки, мы немножко так вскользь прошлись, но мы с комиками не получили ответа, почему ты начал нас динамить, что произошло, почему-то я закрылся, такое ощущение, как будто ты закрылся от всех, вообще, абсолютно, нам казалось, я не знаю, может быть, наверняка есть какой-то узкий круг людей, с кем ты продолжал общаться, но было такое ощущение, что именно комики, я вас сторонюсь, почему так ты решил? Слушай, ты знаешь, ну я в целом все это время особо ни с кем не общался, то есть у меня правда был период, когда я совсем ни с кем не общался, просто сидел дома, занимался своими делами, хотел больше себе уделить время, проводил время с девушкой, мы просто вот занимался собой, вот такой был период, так что я не знаю, я думаю, что это все накопилось, знаешь, усталость, и в целом, не знаю, какая-то у меня была неудовлетворенность жизнью. То есть это было просто твое решение, чтобы от тебя все отъебались? Наверное, да, наверное, я просто устал. Чувствуешь ли ты ответственность за то, что до тебя все доебались? Это что значит? Неправильно, да, сформулировал, не очень понятно. Ну то есть ты в какой-то момент устал от внимания, вот как я понял из этого диалога, и от работы, и от... Ну вообще, в целом, от всего, да. Нет такого, что ты же привлекал это внимание первые полтора года, ты активно, то есть, опять же, да, ты не блогер, но в тот момент, когда ситуация произошла, ты правильно воспользовался своими информационными ресурсами для привлечения этого самого внимания. Так вот, оглядываясь назад, сделал бы ли ты что-то иначе, и считаешь ли, что это именно последствия твоих действий? Слушай, ты знаешь, я думаю, что вот что я бы сделал иначе, я бы точно свою жизнь как-то... Ну как бы здесь сложно сказать, потому что я вряд ли бы смог это сделать. Вот что, мне кажется, было проблемой, почему все пришло к тому, что... Где я нахожусь сейчас? Проблема в том, что у меня никогда... Я не умел строить личные границы, и я не умел дифференцировать просто свою жизнь. Я всегда очень бросался во что-то одно, то есть, я не умел проживать полноценную жизнь, никогда не проживал ее. То есть, если я начал заниматься стендапом, я полностью в это погружался, я полностью погружался в эту работу, полностью погружался в этих людей, вот в эти все... То есть, у меня было правило даже, вот все это время у меня было правило, что не пропускать ни одного предложения выступить, то есть, выступать везде, где есть, прямо в самом дерьме, в худших местах, ты всегда выступаешь. И не пропускать ни одного предложения, сняться нигде. Использовать все возможности абсолютно, которые есть. И у меня так же было с людьми. То есть, если я начинаю с человеком общаться, и если я испытываю симпатию к человеку, то я полностью бросаюсь в это, я полностью бросаюсь в это общение. И, в общем, я думаю, что это проблема, которая я стал понимать, что это и как бы в личной жизни приводит к проблемам, что это вызывает созависимые отношения в романтическом плане, когда ты растворяешься в другом человеке, и ты больше не существуешь, и как бы ты это как, как ты себя это мотивируешь? Типа, что вот я же люблю этого человека, и я хочу, чтобы человеку было хорошо, и поэтому мне несложно вообще делать все, что я могу для этого человека, но потом оказывается, что на самом деле это сложно, и что тебе нужно для себя жить тоже, потому что иначе это будет и тебя разрушать, и отношения, и вообще это нездоровая пиздец. Деструктивная штука. Да, и я думаю, что с работой то же самое вообще с комедией, что у тебя должна быть другая жизнь, у тебя должны быть другие люди, потому что рано или поздно ты от этого устанешь, и какой бы хороший для тебя-то не был опыт и полезный, ты все равно, у тебя тебе нужна другая жизнь, потому что ты в этом растворишься, потеряешь себя, и кончится все эмоциональным выгоранием. И сейчас я понимаю, что это очень важно, я стараюсь вот такую жизнь выстроить для себя, чтобы и она была полноценной, чтобы я мог и работать хорошо, чтобы я мог и отдыхать, и чтобы у меня были свои дела, чтобы у меня была своя жизнь. Это было тоже большой проблемой, потому что я не понимала, как выстраивать границу в медийном пространстве, потому что ты как комик, если ты не на телеке, тебе нужно постоянно где-то появляться и снимать, и у меня не было никакой границы, то есть я не понимал, зачем это даже нужно. Мне наоборот казалось круто, что люди знают все про мою жизнь. Сейчас я понимаю, что наверное, все-таки нет, мне, наверное, хотелось бы, чтобы у меня была своя жизнь какая-то. И, в общем-то, я думаю, что вот я бы хотел над этим сейчас работать, знаешь, чтобы свою жизнь выстроить так, чтобы все было в здоровом количестве, чтобы не приводило к таким кризисным состояниям, как было. А вот как раньше я границы не умел расставлять, и это вот привело к такой ситуации. Но я думаю, что как бы это очень сложный разговор, потому что я находился в ситуации, когда у меня не было так много возможностей и выбора, как сейчас. Когда мне было 18 лет, я только закончил школу, я жил в Воронеже, у меня были отвратительные отношения с родителями, у меня не было денег, я жил вообще жить, я жил у друга на полу, и мне нужно было что-то делать со своей жизнью, чтобы зажить, ну, чтобы у меня было что-то. И мне нужно было во что-то, как я чувствовал, во что-то включиться максимально, чтобы побыстрее уже свою жизнь устроить. И вот тогда я решил заняться стендапом, и я специально еще что сделал тогда, я все остальные возможности обрубил себе, то есть и общение вообще с другими людьми, и образование, я специально все сделал, чтобы мне ничего не мешало выступать. И почему? Потому что я боялся, что это будет меня отвлекать, что я не смогу так реализоваться хорошо. И таким же ты приехал в Москву, просто каким-то отрешенным. Такой ты как бы разговаривал условно только о стендапе, ты приехал с одной единственной целью. Я потом еще думал, это очень прикольно, как будто сожжены все мосты, у тебя нет ничего, кроме вот этой вот цели вперед, и поэтому ты ебашил каждый раз, когда была возможность ебашить. Да, вот, и как бы когда ты говоришь, что мог бы я что-то изменить, то есть я бы хотел, наверное, но это очень сложный разговор, я не знаю, была ли у меня возможность что-то, потому что я был молодой, и я был невероятно тупой и очень злой, и у меня не было просто возможности и инструментов что-то поменять. Если бы у меня была хорошая семья, и у меня были бы деньги, и у меня были бы какой-то другой выбор, если бы у меня была другая часть жизни, в которой у меня хорошо отношения, или друзья, или образование, или семья, родители, то мне бы не пришлось так делать. Но я боюсь, что возможно, на данном этапе, я думаю, что у меня не было выбора. Но сейчас у меня выбор есть. И я, наверное, хотел бы все-таки попытаться, значит, здоровую жизнь себе выстроить. Я бы думал, что это реально подсело вот на этот наш общий наркотик. На сцене же очень хорошо, когда ты заходишь. Это точно. Когда люди смеются, это тебе очень хорошо. Это вот некая история. Поэтому да, если когда вокруг все серое хуёвое, и ты получаешь даже эти пять минут в день хотя бы, ты хочешь этого больше, больше, больше и больше. Это всё оправдывает. Какая бы у тебя была не была дерьмовая жизнь, какая бы она у тебя была не хуёвая, если ты вечером выходишь на сцену, и ты об этом рассказываешь, и люди смеются, это тебе даёт чувство, что это всё не зря. То есть тебя это как бы оправдывает это всё, что тебе легче становится. Что ты не зря это прожил. А читал, не знаю, это было ли у Джуди Картер, либо вот в этом путь художника, короче, про творческий сосуд. Ну, вообще сам термин знаком? Творческий сосуд. Не, я не знаю. Я понимаю. Короче, у любого человека есть некий творческий сосуд, который может быть наполнен и может быть пустым. Это его впечатление, эмоции, желание чем-то, что он может поделиться и выплеснуть в творчество. Так вот, как бы, я про это читал, как мне кажется, ну там, я не знаю, там, 10 лет назад, какое-то время назад. И вот сейчас как будто, во-первых, блин, ты не первый комик, с кем я за последние пару месяцев говорю про некое выгорание, вот это вот стресс и усталость от любимого дела. Что очень важно, потому что я понимаю, выгорание, стресс, усталость, когда ты ебашь что-то в офисе, но мы занимаемся чудесный момент. Ну, это лучшая работа. Нам повезло. Ну. Ну да. Так вот, выгорание, это момент, что творческий сосуд. В тот момент, когда ты идешь в стендап, и ты злой, все плохо вокруг, тебя мало кто понимает, и тебя бесит, и у тебя огромное количество недовольства этим миром, твой творческий сосуд, он полон пиздец, из него плещет. Поэтому у тебя, тебя просто ведет куда-то на сцену, ты такой, мне куда-то надо выплеснуть всю эту творческую энергию, просто чтобы мне было легче. Как мне кажется. И вот что происходит. Ты приходишь в стендап, находишь для себя эту штуку, подсаживаешься на этот наркотик пять минут, когда ты заходишь, десять минут ты заходишь, двадцать минут ты заходишь, такой, боже мой, меня уже куда-то приглашают, у меня деньги за это, я получаю, я могу жить на это. И ты из этого творческого сосуда достаешь, достаешь новый материал, все это высаживаешь, все, в какой-то момент, это страшно, если ты приходишь к тому, что тебе на ТНТ в среду вечером надо написать от ебучего налога. Я не хотел бы там быть на месте этих пацанов. То есть я такой, да, успех, да, легкие деньги, прикольно, но вот это творческое опустошение, с которым ты садишься, и такой, у парня, они же еще обсуждают, у них, он записал семь, он записал четыре, такой, молодец, вот эта ебучая гонка какая-то еще, у меня что-то вырезали, и такая, мне надо, если я не записал 18 монологов, я лох. И вот, и ты начинаешь из себя доставать, твой творческий сосуд, он пустеет, и он, ты начинаешь поверхностно, со стенок уже, как этот ебучий йогурт, вот так вот ложкой соскребать эти темы, и получается, а вы слышали, таксисты? Ага, ага, а вот карты банковские, ну неважно, что-то очень поверхностное, что-то, что каждый может себе такое, я вообще, я не знаю, я живу свою жизнь, потому что то, что ты проживаешь, это постоянная жизнь типа стендап-комика. Так вот, наполнять свой творческий сосуд, во всяком случае, в той книге, в которую я читал, это очень простые вещи. Гулять, путешествовать, общаться с людьми вне твоего круга стандартного, выходить минимально из зоны комфорта, которая, по сути, является, когда ты между выступлениями просто ешь и спишь, а потом выступаешь. Да, просто проживать свою жизнь, чтобы у тебя было о чем рассказывать. И замечать эти моменты. То есть, это же очень важно, что ты, мы наблюдать пиздец должны, как творческие, мы должны вокруг смотреть, что происходит, чтобы пропускать через свой внутренний мир и как-то выдавать. Короче, прикольно, что я просто поделился с тобой этим, про творческий сосуд, про свою эту штуку. Я согласна с этим абсолютно. Я так же примерно проживаю всю эту историю, я всю жизнь, все в порядке? Да. Я очень рад, что у меня всю жизнь была какая-то возможность. Вот последние 10 лет я все время путешествовал, уезжал на зиму. И там, я не знаю, хотя бы на две недели. И я всегда чувствовал, что в декабре у меня, знаешь, какое-то вот истощение. Потом ты уезжаешь, смотришь на эти пальмы, ездишь на этом байке, что-то вот как-то... Живешь жизнью, где большая твоя проблема, это где позавтракать и где поужинать. Вот твои главные проблемы. Да, вот у меня, к сожалению, все это время не было такой возможности, у меня не было возможности проживать свою жизнь. Но сейчас я чувствую, что она появляется, я вот хотел бы и воспользоваться. Это вот тоже одна из причин, почему я решил, что мне хочется немного переосмыслить свои отношения с работой, потому что мне тоже под конец стало немножко доставать, что это спорт. То есть мне... Раньше меня это прикалывало очень сильно. Знаешь, типа, кто... А ты сколько сегодня на Open Mac выступил? Пять раз, и я десять раз сегодня выступил. А кто больше? А ты сколько у тебя... А как у тебя много шуток получается? А ты по утрам пишешь, а вечером пишешь? А ты можешь целый день писать и ничего больше не делать? И вот этот спорт... И меня раньше это прикалывало, когда у меня было чувство, что мне нужно и себе, и окружающим доказать, что я крутой. Что я не такое ничтожество, как мой отец заставлял меня думать. Но сейчас, вот под конец уже у меня появилось чувство, что как бы мне сейчас просто хочется хороший материал, мне хочется хорошую жизнь. Цель достигнута. Ты крутой, ты себе вокруг всем доказал. Ну, как бы себе, скорее. Да, ну да, ну не важно. У меня нет проблемы такой больше. Да, проблемы больше нет, ты точно крутой. Теперь ты такой, ага, как я хотел бы больше творчески реализовываться. Как бы я хотел быть... Я доказал себе, что я крутой, могу ли я быть счастливым теперь? Вот. И да, я поэтому решил больше, как бы, знаешь, на это ориентироваться, больше в кайф выступать. Вот я еще разговаривал, вот у комиков такое... У меня были такие разговоры с комиками. Они говорили, а вот ты не боишься, что если ты на Упен-Мах перестанешь выступать, будешь только на своей аудитории выступать, то ты в ней закроешься, и она тебя немного расплавит, и ты будешь не такой смешной, и хуже будешь выступать. Распространенную точку зрения. Вот. И я... Меня парило это тоже. Я считаю так, что если ты хочешь быть смешным для максимального количества людей, естественно, нужно выступать для максимального количества людей. Если для тебя комедия — это спорт, где нужно быть круче, больше и смешнее, то нужно очень точно выступать для разных людей на Упен-Махах, на платках, на своих концертах. Но из-за того, что мне надоело это воспринимать как спорт, у меня не было проблем с тем, чтобы полтора года выступать на своей аудитории, потому что я думал, как, я этим хочу заниматься просто по приколу, что я придумал шутку, она меня веселит. Круто, если люди тоже посмеются. Вот. Мне пропала эта цель, знаешь, быть максимально смешным для всех. Вот. Но я вот просидел дома полтора года и рисовал, уделял себе внимание. Под конец стал понимать уже, что что-то я устал, да, знаешь, дома сидеть, как мне надоело. Теперь устал от хуй пинать уже. Ну, слушай, я бы не сказал, что я хуй пинал. Я занимался... Я понимаю, ладно, извини, извини, извини. Я имею в виду ощущение вот это. Во время карантина у меня было ощущение хуй пинания. Месяцок точно. Слушай, у меня не было. Я вот делал стримы, старался зачем-то заняться. Вот. И что, я вот сидел дома и подумал, надо будет что-то уже куда-то пойти походить, потому что я уже, надо каких-то людей каких-то, что-то пообщаться, что-то найти. И стал думать, куда я могу пойти. И я подумал, что какие-то курсы, может, актерские, знаешь, ну что-то какие-то найти людей. А потом я подумал, ну в целом у меня же есть это все. У меня же есть как бы и дело, которым я могу заниматься, и люди. И я подумал, пойду, похожу на open mic, повыступаю там, посмотрю, может, будет нормально. То есть у меня за это время тоже было какое-то чувство, знаешь, что может быть уже какое-то, возможно, ко мне какое-то отношение негативное сформировалось или что-то, что будет дискомфортно, знаешь, что я буду приходить, люди будут говорить, какое-то странное будет отношение. Потому что я заметил, что у меня за это время уже, как минимум, с некоторыми комиками напряжение натянут, отношения натянутые стали, знаешь. И как бы я понимаю, почему они себя так ведут, что я много за это время говорил и делал вещей, которых могут расстроить. И я как бы понимаю это. То есть я их очень хорошо понимаю, но вот стараюсь с ними в одном помещении не оказывать. И я что? Это 10 секунд. Так, ага, раз-раз. Обратно в эфир. И что? И я думал, кто-то боялся, что будет вообще со всеми так. И я решил как? Попробую, похожу на open mic, немного вернусь в строй и посмотрю, если мне будет нормально, то продолжу спать. Если нет, попробую что-то еще найти. И я вернулся. И знаешь, так прикольно было. Я начал ходить, болтать прямо с ребятами, хорошо проводили время, смеяться. Понял, что многие люди как бы рады, что я вернулся. И хорошо стал проводить время. Но я перестал делать так, как раньше делал. Знаешь, я раньше записывался на все open mic мира и выступал, даже если материал кончится, чтобы выйти выступить. Я думал, лучше пойти выступить и на сцене что-то придумать, чем ничего не придумать. А сейчас я записываюсь, когда просыпаюсь с утра, я записываюсь на следующий день. И вот я каждое утро задаю себе вопрос, хочу я сегодня пойти, мне есть что рассказать. Если есть, я записываюсь. Если нет, я остаюсь дома, просто занимаюсь своими делами. Если я устал, еще физически устаешь. По open mic ходить, у меня спина, я вот с 1 января по 5 ходил каждый день, тогда было много open mic, по 6 раз в день можно было выступать. Я вот выспал на 5 день, помнишь, у меня спина уже болит. Я как-то шел в метро с одного open mic на другой. Я вспомнил, что у Луи Сике давно была цитата, где он сказал, что в стендапе это самое важное сильные ноги. Типа против сопротивления, чтобы ты мог продолжать. И я подумал, блин, как иронично. Возможно, он впрямую имел буквально сильные ноги, чтобы ходить по метро постоянно на open mic. Вот. И вообще было круто. Ну вот, а когда устаю, когда материал кончается, сижу дома, пишу, узнаю что-то. В целом, в общем, надо этим работаю, чтобы сбалансированную жизнь проживать. Чтобы и не было такого, что я устаю, но мне нужно продолжать. И я из-за этого с людьми не очень тактично обращаюсь. И в общем, чтобы все было хорошо, стараюсь. Санек, вот спустя уже полтора года Москва-Питер, Москва-Питер, Москва-Питер. Ты условно концерт запланировал, вот этот гастрольный тур, про который ты говоришь, что поедешь по всей России? Или у тебя еще нет этих дакт, и ты просто в комфорте выступаешь Москва-Питер, Москва-Питер? Слушай, ну уже не совсем в комфорте, потому что полтора года уже я замечаю, что люди стали поменьше ходить. Меня это расстраивает, потому что если они будут меньше ходить, нужно меньше ставить выступлений, и я не смогу обкатывать так много. И я, на самом деле, каждый месяц мы разговариваем о том, чтобы поехать еще по России выступать, но вот, к сожалению, каждый месяц приходим к выводу, что пока что рискованно есть, вероятность, что что-то перенесется или отменится. Со стороны выглядит... Ну, действительно, ты все-таки закрываешь то, что о чем ты вот буквально сам сказал минут где-то 15 назад, что вот это есть твоя аудитория, в рамках которой ты выступаешь, и она даже по чуть-чуть уже, типа, как я понимаю, уменьшается, уже не с таким ажиотажем ходит даже на те концерты Москва-Питер, но в первую очередь ты сейчас беспокоишься о своем собственном комфорте. Нет такого, что именно... Ну, как раз ты, когда ставил себе дедлайнды, лишал себя какого-то комфорта, уезжал в Москву становиться звездой комедии, что без этого сама пинка ты реально так будешь в все более узкие и узкие вот стендап-клубы. А почему ты так говоришь? Я не понимаю. Почему ты такой вывод сделал? Не знаю, потому что нету никаких причин для того, чтобы увидеть... чтобы... как будто движение в эту сторону. Я вот с тобой сейчас с тобой разговариваю, и как будто твое движение в сторону узких залов и маленького количества людей. То есть, грубо говоря, пойти записаться на платки, да не важно, но просто выступать по платкам и понимать, что люди будут курить кальян, и их будет сложнее рассмешить, на твоем уровне, когда у тебя миллионные уже просмотры, это более понятный ход, на мой взгляд, чем ходить по куче опенмайков. Ну, то есть ты как будто специально себя немножечко такой, типа, откатываешь назад. Слушай, нет, у меня просто другое восприятие карьеры. У меня... я ее не воспринимаю как путь от маленьких залов к большим. Мне не нравятся, в принципе, большие залы. Мне... вот я в Питере выступаю каждый месяц, типа, 4 дня подряд в стейдже. И последние пару месяцев мы стали 5 ставить концерт. И что? И зрители иногда приходят и говорят, о, я не мог попасть и купить билет. Почему бы вам не сделать в большом зале просто? И вот что... почему нет? Потому что, во-первых, что мы имеем? Либо один концерт в большом зале, либо 5 концертов в маленьком зале. Это означает, что ты в большом зале один раз с этим выступишь, а в маленьком зале это... Ты 5 дней подряд, ты работаешь над материалом, ты один раз его рассказал, вечером переделал, чуть переосмыслил, на следующий раз подруга... То есть ты в 5 раз больше работы проделаешь, и ты ближе к тому, чтобы хорошее снять концерт. И что? И вот, во-первых. Во-вторых, мне не нравятся большие залы просто по атмосфере. Все мои любимые комики, все мои любимые концерты, они в маленьких залах. Даг Стэнхоуп... Сикея не нравятся последние концерты? Мне не нравятся. Мне не нравятся большие залы. Мне вот нравился его концерт, который в Сторе снят. Мне никогда не нравились. То есть даже когда в те времена, когда у меня росла аудитория, мне не нравились большие залы. Мы вот в Екатеринбурге выступали, по-моему, когда вот... До Дудя, или я не помню, после. И мы выбирали между большим залом либо четыре выступления в маленьком зале. И я просил четыре выступления в маленьком зале, потому что мне нравятся большие залы. Я выступаю в них только, если ты куда-нибудь едешь в регионах, и там нету стендап-клуба и ДК какой-нибудь. Это вообще не та атмосфера. Это не то, чем я хотела заниматься. Мне вот нравится маленький зал. Это всегда вот люди, они сидят. И атмосфера другая. На большом зале атмосфера концерта. Типа ты эстрадный артист. То есть в маленьком зале чисто ты на приколе. Просто выходит чувак в футболке, просто твой друг. И угорает с тобой полтора часа, смеется. Согласен, ответственности чуть меньше. Но дело не в ответственности. Мне просто не нравится. Мне не нравится такой стендап. Вот типа для меня большой зал, это атмосфера какого-нибудь вайфа Де Аполло, я не знаю, какой-нибудь Майкл Макентайр, вот что-то такое. А маленькие залы, вот этот тот вайп, мне просто такое нравится больше. Я не знаю. Прикол. Мне больше нравится такое. Вот, и что? И платки мне не нравятся тоже, потому что... А, на платке я бы записывался. Я же... Вот ты говоришь, что я в комфорте закрываю сейчас. Но я на Open Mic'е встал, вернулся. Вот, пришел, начал ходить, к тебе пришел. Вот. И я на... Почему Open Mic'е выбираю, а не платки? Я бы на платках тоже выступал, но на платках просто они тебя в афишу вставляют. И это значит, что люди будут приходить на тебя, и они на твои концерты меньше придут. Вот у меня было такое, я в прошлом году угорел по платкам, ну вот перед тем, как я перестал выступать. Целыми днями выступал каждый день на платках. Во-первых, было пиздец грустно, потому что там атмосфера такая себе всегда. И стал замечать, что на концерты меньше людей ходят, что они приходят на платки, и они не смеются, потому что там такая атмосфера. Я знаю, что они с этого же самого материала могли бы прям поразъебываться на концерте. Они не смеются из-за того, как все там поставлено и настроено. И мне грустно, что они не придут ко мне и не принесут столько денег, сколько могли. И грустно еще от того, что они время не так хорошо проводят. И я поэтому платки пока не беру. Я вот хожу иногда, когда можно влететь вне афиши, знаешь, типа... Я понял. Просто выступить. И мне вот интересно еще было посмотреть, как мой материал, который я за полтора года собрал, работает на это аудиторию. Потому что раньше у меня же материал собирался на этих людях, на open mic, на платках. Мне было интересно, а как он работает? Вот если я на свою аудиторию собирал, как он на них работает? И оказалось, что в целом ничего не изменилось. Такой же выхлоп, как и был. Вот у меня раньше на big stand-up выхлоп был за год 10 минут. Вот такой выхлоп. При том, что я каждый год концерты снимал по часу, а вне записи еще мог по 2 часа выступать. И так же и было. Я вот выступал у Эдика на новогодних шоу этих. И вот у меня получилось 10 минут, из них смешные 5. Вот так. Типа, ну, 10 минут вот так, понимаешь? Вот. И что? И я поэтому хожу... И мне нравится... Я знаешь, что понял? Что мне вот нравится, вы понимаете? Я поэтому... Это одна из причин, по которой я начал выступать. Мне просто нравится вот это чувство, когда ты едешь куда-то, знаешь, на метро, выходишь из дома, гуляешь, покурил, в метро спустился. Ну, сигареты я имею в виду. Спустился, поехал, выступил там, с кем-то попизделал, в другое место выступил, попизделал клубы. Сейчас еще много клубов. И мне нравится, я в какой-то момент вот в январе выступал, и я там захожу в какой-то клуб уже пятый по счету в этот день. Я захожу, спускаюсь, там внизу, там на стене портреты. Это висят комиков. И я такой, ебать, я вообще в сериале. То есть я... Меня вот это больше всего прикалывает. Знаешь, мне не хочется. Как бы большие залы, понятно, это деньги прежде всего. Я бы хотел, конечно, больше денег, чтобы у меня было. Но вот мне нравится именно по атмосфере. И я расстроился, что Steel The Show закрыли, потому что я там хотел снимать. Закрыли? А почему? Не знаю, они типа не справились. На пандемию не вывезли? Ну, что-то случилось. Я вот хотел там снимать, но они закрылись. И второго такого зала, к сожалению, в Москве нету. Маленького, знаешь, человека на 30-40. Ну, Джимон Джек? Ну, Джимон Джек, да. Джимон Джек. Вот. Так что да, то есть мне... Не знаю, мне просто нравится. Вот эти... И я еще поэтому расстроился, знаешь, когда вернулся сейчас. У меня как-то я ностальгировать начал по тому, как раньше были устроены open mic'и. И раньше они были разбросаны по городу. И как бы одни и те же комики по ним циркулировали. Это целыми днями с одними и теми же людьми встречаются. Сейчас клубы, все комики по клубам рассредоточились. И вот такая ситуация интересная, что ходишь целый день по open mic'ам, по клубам. И в каждом клубе своя атмосфера. И свои люди, которые даже не пересекаются. Это как, знаешь, чувствуешь себя как в Death Stranding курьером. Ты в бункер просто спускаешься, и там люди сидят. И ты единственный, кто по всем ходит. Кто все посмотрел. Кто все посмотрел за этот день. И в каждом своя атмосфера. И это так интересно. То есть раньше этого не было. Раньше были просто бесконечные кальянные. А тут у каждого клуба своя атмосфера. В стендап-хаусе там типа семейная атмосфера. В стендап-патрике атмосфера бойцовского клуба. В стендап-клубе атмосфера белых мальчиков, которые угорают по стендапу очень сильно. Типа задротов стендапа. Вот такая атмосфера. Не знаю, у меня всегда вот такое было. Но при этом вот я хожу по всем. И я в стендап-клуб, когда возвращаюсь, я понимаю, что это единственное пока что место, которое со мной прям резонирует, знаешь, по вайбу. То есть я прихожу в патрике какие-нибудь потрясающие, там люди потрясающие комики, но я чувствую, что атмосфера немножко не такая, как мне удобно. В стендап-хаусе прихожу, у них там эти зрители вот так вот сидят, аплодируют. То есть у них там все по-домашнему, все вот так вот, алкоголя нет, ничего нет. Я думаю, ну это прям, мне нравится там выступать. Я думаю, немножко не моя атмосфера. Потом возвращаюсь в стендап-клуб и думаю, блин, вот здесь прям реально. Вот то вот, как, такая вот, знаешь, вот, не знаю. Может быть, из-за того, что я много времени там провел, много выступал. Еще. А ты видел, что Джо Роган похвалил стендап-клуб? Правда? Джо Роган в подкасте, они сидят, бухают. Он говорит, что perfect side stage. Реально? Да, что у нас идеального размера сцена и смотри, какая атмосфера. Они просто, они обсуждали, что Шульц ездил в Россию и показали прямо на экране фотку нашего клуба, обсудили, какая у нас сцена, какие белые зрители. Слушай, ты знаешь, я вот хотела, на самом деле, с тобой поговорить, потому что я, когда вернулся на Open Mic, я прям понял, что я прям начал ностальгировать. У меня вот 27, первый раз в жизни, когда я начал ностальгировать, потому что раньше мне не почему было, у меня не было прошлого. Сейчас у меня первый раз в жизни, когда у меня есть какое-то прошлое. Я начал вспоминать. И из-за того, что я полтора года не был, я вернулся, я смотрю на это и думаю, блин, я вот, вот сцена, мне кажется, реально хорошая. Меня раньше она пугала очень сильно. Я когда переехал, стендап-клуб было единственное место, где я не мог смешно выступить никогда. На Open Mic я выступал, и было очень тяжело, никогда не смеяться. И меня прямо это, знаешь, задевало. То есть мне прям хотелось научиться выступать там, потому что вот сейчас я понимаю, что в стендап-клубе так работает. Там каждая атмосфера. Вот, например, в стендап-хаусе я не умею выступать. Там такая атмосфера, такая публика, что я пока не понял, как к ним подход найти. И когда я переехал в Москву, стендап-клубе так же было. Я не мог понять, какой подход найти. Вот. И потом... А сейчас вот я выхожу туда, знаешь, на Open Mic, или даже вот я у Эдика выступал там на этом шоу ночном. И казалось бы, там половина людей из биг-стендапа остались. Вот такая публика. И, типа, они деньги заплатили. Когда ты выступаешь в клубе, раньше как было? Если ты у меня в клубе выступаешь, на этой большой сцене, и люди заплатили деньги за вход, пиздец, неважно, сколько они заплатили, у них требования, как на биг-стендапе. Мы вот делали шоу молодых комиков, там вход 500 рублей стоил. Мы рассчитывали, что там будет такая, знаешь, типа, крутая экспериментальная атмосфера. Нет, там люди с таким же запросом, как на... Вот, а в этот раз я вышел и думаю, бля, пиздец, вообще комфортно здесь. И прикольно выступать. Да, в биг-стендапах вообще... Мы все отмечаем, что биг-стендапы — это очень комфортная публика. Все хорошо. В биг-стендапе классно теперь выступать. Вот ты знаешь, я отметила это... Это не выживание. Во-во. Раньше это было выживание. Я отметила это, когда вот перед перерывом выступал на платках, и раньше для меня биг был, пиздец, стресс, это самое сложное в жизни. Я помню, что я выходил после бига, и пиздец, я был потный и расстроенный, и просто приходил домой, ложился спать, чтобы забыть. И начал ездить по платкам, понял, что на контрасте часто с платками из-за того, что это клуб профильный, уже как бы хорошо. Ну и в целом там люди стали приходить, которые знают, что такое, на что они идут. Да, уже публика подготовлена, и мне нужно спрашивать, вы знаете, что такое стендапы? Были все уже. Вообще я вот хотел это у тебя спросить, я тебе говорил перед записью, что у меня есть кое-что у тебя спросить. Так, интересно. И я вот раньше как-то, я думал об этом давно еще, но раньше как-то не было возможности спросить, и вот сейчас я решил это сделать. Вот мне на самом деле было непонятно. Дело в том, что вот я когда переехал, вот так, и начал выступать на бигах, я прям первый год прям в гниль выступал, прям ужасно, ужасно в тишину всегда. Был случай, когда даже люди кричали, ты, возможно, помнишь, да, я рассказывал историю, которая у меня единственная была история про церковь. Я рассказывал со сцены, и мужики начали бить по столам, вот так кричать. И я вот, что мне было интересно всегда, что несмотря на то, что я выступал все это время плохо очень-то, я научился там выступать где-то только года спустя полтора, у меня чуть-чуть начал появляться материал, когда более-менее смешно уже началось. Но я так и не научился там выступать на уровне типа Сереги Орлова, который, меня это всегда, я был в ахуе, потому что типа у меня материал для бига, это типа три года, я собрал по крупицам 10 минут, которые еле смешны, и Сережа выходит, и я понимаю, что он типа 20 минут просто проверяет новое на биге, и оно заходит в разъеб. И потом ты сидишь и думаешь, блядь, что я вообще не так делаю со своим материалом. И вот я плохо выступал там. И при этом ты продолжал меня ставить. И я не понимаю, почему ты это делаешь, честно. Вопрос, почему ты этим ставил на биг? Я не понимаю, почему ты продолжал меня ставить на биг стендап и все это время, если я плохо выступал. Блин, Санек, ну во-первых, начнем с тем, что ты неплохо выступал. Я не соглашусь здесь с тобой. Я не ставил никого на биг стендап, кто плохо был выступал. Слушай, слушай, ты знаешь, я вот тебе что против этого скажу. Я как-то раз выступил на биг стендапе, и там чуть-чуть хорошо шло. Я подумал, ебать, все, я взломал биг стендап. И я подумал, сейчас я им дам немного нового материала. И я пиздец закопался, было хуево. И я подумал, это была ошибка, теперь старым материалом откопаюсь. И уже было поздно, я чуть-чуть не закапывался. Вместо 10 минут я типа 20 выступал, пиздец в гниль. И я и Костя Пушкина вел, и я ухожу со сцены, и он выходит из-за кулисы, мы с ним поравнялись, и он вот так типа, как вы, типа, здорово, и он берет меня за руку, и мне на ухо говорит, это была фиаско. И я захожу за сцену, и вот таких моментов на биг стендапе было постоянно. Вот эта история, которая меня очень веселит, вот это было очень смешно, я ее вспоминаю постоянно. И я Васе Медведеву эту историю напоминаю, потому что она меня очень смешит. К вопросу о том, насколько Вове было сложно, насколько тебе было сложно ставить составы, и вообще выбирать, кто начинает это шоу. Ну, значит, я помню, что один из биг стендапов, типа, я недавно в Москве, только меня начали ставить, и мы за кулисами стоим, и ты сидишь на этой лестнице за кулисами, и я не помню, с кем ты разговариваешь, возможно, с Лехой, и Леха у тебя спрашивает, Вов, ты чего такой грустный? И ты говоришь, я не знаю, кого ставить первым открывающим на шоу, потому что, я не знаю, должен быть какой-то комик, который их заведет, я не знаю, кого поставить. И мы с Васей стояли сзади, и ты посмотрел назад, и ты такой, блядь. И меня так эта история веселит, и меня так веселит, что в какой-то момент на полном серьезе, на биг стендапе появилось правило, что в одно шоу нельзя ставить меня, Васю Медведеву и Женю Сидорову, потому что это, типа, слишком странные, плохие шоу будут. Блядь, это реально было. Слушай, ну вот я как раз хотел сказать, что вот что ты, что Вася Медведев, для меня вдвоем два чувака. Да, и честно говоря, блин, Женька, ты вот правильно упомянул, у нас был, во-первых, момент, что мы вместе не ставим. Давай так, смотри, объясню. Взрослая публика, люди 40 плюс приходят на биг стендап. Вы все-таки около пиздюки, вы только что закончившую школу, то есть если мы говорим о том времени стендапа, вы студенты, вы маленькие мальчики с проблемами и маленьких мальчиков. И да, у вас у каждого свой уникальный стиль, вы по-своему очаровательные, но вы маленькие мальчики. И когда ты муж взрослым мужикам, которые по две тысячи рублей заплатили за себя, за свою бабу, за мачеху, за кальян для всей семьи, набрал себе полный стол, и ему несколько, смотри, одного пиздюка за вечер. Который рассказывает только про дрочку, кстати говоря. Да, ничего страшного, пусть он рассказывает про дрочку. Его одного можно разбавить, понимаешь? И когда там выступает Колома, ну то есть он такой, на контрасте. Карена Рутюнов поет еще в конце. Но если вас троих поставить, то это испорченный вечер для этого мужика, понимаешь? Он такой, ебать, я проебал все деньги и услышал 118 шуток про дрочку. Слушай, ну ты знаешь, я на самом деле вот, я тебе очень благодарен, что ты меня ставил, потому что я только благодаря этому и смог остаться в Москве и закрепиться, потому что я когда переехал, и я вот помню, я на Манимайке выиграл, меня начали ставить на биги, и вот только благодаря этому я вот, ну вот, ну как... Закрепился чуть-чуть. Да, закрепился и мог себе позволить жилье, и все это время, пока у меня не появилась своя аудитория, это типа года два прошло, пока я не смог еще концерты просто давать. Так что спасибо большое, я никогда не говорил тебе. Я не ради тебя это делал. Я правда тебе скажу. Я... Ну как, ну это преследовалось, мне нужна была программа, у нас, ты сам знаешь, что спустя полтора месяца у нас отрубили всех ТНТшных комиков, остались только мы, и нужно было из того количества людей, из тех комиков, и... Короче, я никогда, я, короче, никого из вас не считаю хуевым комиком, я бы никогда не поставил хуевого комика, но я понимал, что есть моменты, и что вам сложно, и что вы моложе большинства людей, которые выступают на этой на сцене, ну а как иначе вы получите этот опыт, Я еще в этой шапке уебанской. Я, кстати, никогда ничего вот не про внешний вид, ничего вот этого подобного, я просто... Я понимал, что ты сейчас набьешь свои шишки, но ты... Смотри, почему я тебя ставил? Потому что ты был уникальный, интересный, и потому что у тебя горели глаза, ты приехал, сжег все мосты, приехал в Москву и такой, я хочу ебашить. А все, кто в нашем клубе выступали, и вот особенно первый состав, это люди, которые только... Это единственная мотивация была, я хочу ебашить. И если это было, то ты получал свое место на сцене. И таким образом мы все вместе росли. Поэтому ставил я тебя, потому что ты отличался и выделялся относительно... Как каждый из нас мне казалось, как каждый из нас по-своему. Потому что в своей голове каждая вечеринка, я вот что говорю. Каждый биг стендап это Backstreet Boys. Каждый биг стендап ты собираешь в бэнд. Ты собираешь в бэнд, у которого есть ведущий, это хедлайнер. Он должен быть яркий, харизматичный, он должен за словом в кармаз не болезть. Это не может быть медленный, тягучий, сложный такой подачей чувак. Это должен быть быстрый, интересный, который легко отобьет. Это стержень вечера, который, даже если кто-то просадит, выйдет после плохого комика и сделает из него пиздат. Да, и в этот Boys Band нужен желательно брутал, желательно какой-то нежный. То есть, просто контрастные персонажи, чтобы они были разные. То есть, как бы, просто разные. И это подарит тебе палитру эмоций за вечер, и зритель будет рад. Вот и все. Слушай, а ты помнишь еще вот, я вот, мои первые платки были еще вне клуба. Это когда, помнишь, тут была где-то вот тоже на районе, в этом... Джон Дон? Нет-нет, этот, кальянная какая-то, там, кажется, делал чувак, его Герман зовут. А, Забравский, я понял. Вот Шишес. Шишес, да. Это была моя первая платка, я тогда хуел, потому что там платили 8 тысяч, кажется, за выступление. Я тогда вот таких денег не видел, конечно. И там комики клуба выступали. И меня тоже позвали. Я был пиздец вообще, был очень напуган, потому что там 20 минут надо было делать. У меня не было, естественно, 20 минут никаких. У меня на биг еле набралось там, типа, 8 минут. И то вот часто бывало так, что я когда выступаю, я спрашиваю, типа, у ведущего, там, сколько? Он говорит, 10, но ты можешь 8 минут. И я, типа, у меня были вот эти обосранные 8 минут. Им надо было 20, и мне было очень страшно выступать. И я помню, там был такой кринжовый, момент, то есть я себя вот из-за этого, это один момент, который я вспоминаю, думаю, пиздец, я просто вот, просто пиздец из деревни приехал, чел. Я, короче, разговариваю со зрительницей, потому что хуёво шло, и они разговаривали. Я спрашиваю у нее, говорю, извините, а вы что, можете не разговаривать? кем вы работаете? Решил использовать этот трюк комедийный. И она говорит, HR. Сейчас я знаю, что-то такое, это human recruiting, это типа отдел кадров. Я тогда не знал, и я помню, что я какой-то, я не понял, я у нее спрашиваю, что? И у меня кто-то из зала, из комиков, кричит, HR, это отдел кадров. Я так тупо себя почувствую, я подумал, пиздец, я не знаю даже названия профессии, которые в Москве у людей, я даже с ними общаться не могу, настолько мне сложно сейчас. Но было круто, мне вот, мне понравилось. И я помню, что мне тогда, мне не понравилось, когда я выступил, и мне Леша Квашонкин дал совет, он сказал, что если тяжелый зал, выбери одного-двух людей, которые смеются, и старайся на них подавать материал, тогда тебе будет легче. Вот, и я с тех пор стал так делать, я до сих пор это делаю иногда, когда не очень заходит, но мне кажется, это жутко выглядит, если что, что никто не смеется, один человек смеется, ты прям в глаза ему смотришь, а ему неловко, он такой, я продолжаю смеяться, пока он на меня смотрит. он смеется, потому что боится за свою жизнь в этот момент. Вот, так что да, вот, блин, это было очень важно для меня, чтобы можно было зарабатывать деньги. Времена другие, ну, не будем, я даже не знаю, Санек, очень приятно, что, во-первых, спросил, есть ли у тебя, ты хотел поделиться какой-то историей, рассказал ли ты ее во время подсоции? Я рассказала, это история про то, как ты не знал, кого ведущего. Я просто тогда, мы через некоторое время подаем, подоздаем вопросы из чата. У нас есть Donation Alerts, вы можете, и мы точно прочитаем ваш вопрос Donation Alerts. А у нас Recama, да? Ты же готовы? Ты же скинул ссылку, будто ты же взял ссылку, которую тебе скинул, Санек. Recama, и сегодня мы рекламируем. Да, я бы хотел рассказать, в общем, ты сказал, что я могу что-то, у тебя сегодня свободный слот для рекламы, и я могу прорекламировать то, что я бы хотел, и я поэтому хотел бы прорекламировать Happy Vegan Shelter, это приют для животных, откуда два моих кролика, и вы можете поддержать их, чтобы у них было больше денег на поддержку животных, также у них есть офигенный магазин на Арбатской, кажется, Happy Vegan Shop, там веганская разная еда, представляешь, вот это все очень круто, обязательно это, поддержите их, они, они очень, очень крутые, я еще делал у себя на канале подкаст с Милой, вот, который вы видите на фотографиях, это единственный человек, который есть на фотографиях, и вот, она рассказывала, насколько это все сложно, и насколько это вообще важно. А я так понимаю, можно к ним прийти и взять какого-нибудь кролика к себе? Вот, наверное, да, ну, как минимум, можно ей написать, и она постоянно еще постит разных животных, которых можно взять к себе, вот я так и узнал про своих малышей, ну-ка, в общем, happy vegan shop, если что, если особенно вам нужен кролик или что-то пушистое, из приюта, из приюта, чтобы не поддерживать бизнес по разведению животных, лучше брать из приюта, именно. Папара, пара, пау, 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 Санек, анонсы концертов дадим перед вопросом? Давай, давай, анонсы всех моих бесконечных концертов в Питере и Москве, в общем, каждый месяц я выступаю в Москве несколько раз, каждый месяц я выступаю в Питере несколько раз, обкатываю уже полтора года программу, обязательно приходите, уверен вам, и продолжаю работать на дне, постоянно добавляю что-то новое, приходите обязательно, сайт, у меня есть сайт, у нас, Саша Долгополов, и можете, точка ру, и можете там билеты приобрести на все мои выступления. Саша Долгополов, точка ру, о, шоу Comedy Buddy, спасибо за донат, блин, давно не виделись, я уже забыл, молчаливый донат, кайф, бутс, крути дальше. Угу, так, Наци Барбер пишет, увидел уведомление, что Долгополов в гостях, обрадовался двухчасовым сплетням, двух рапунцель, а Долгополов подстригся, грустно. Так, Маржа пишет, Саша, передай, пожалуйста, Варе, что она самая крутая, спасибо, Вовчик, хорошо выглядишь, Саня, очень жду, новый сольник, люблю, цыглую в лоб, обнял, приподнял. Приятно слышать такое, обязательно передам. Спасибо, Маржа. Так, крути вверх, бутс. Мальтипо, предлагаю тебе переехать в Варшаву, сделать большой упор на ютуб-шоу, сделать больше упор на ютуб-шоу, чем на живые выступления. Здесь есть русскоязычный стендап, можно гастролировать по Европе, Америке и СНГ. Цены ниже, чем в Москве. Да, да. Я был в Варшаве, мне очень понравилось там. Вот, правда, единственная, знаешь, вот Польша единственная страна из всех, где я был в Европе, где я приехал, то есть везде там, я был в Австрии и в Вене, и там так красиво, и там, вот знаешь, все эти люди, вот европейцы, современные. А там в Россию попал? Я вот захожу там в магазин в Вене, и там, типа, мужик на каблуках, и всем нормально, я такой, блядь, как хорошо, какое место свободное. И, интересно, типа, был в Израиле даже, вот там, знаешь, такие люди прям очень свободные, современные. В Германии я приезжаю в Польшу, в Варшаву, и первое, что я вижу, в аэропорту там мужик сидит, типа, охранник, и он вот так вот ключами играется, лысый мужик в черной одежде, играет с ключами, я такой, блядь, я дома, просто пиздец, братья славяне, добро пожаловать в Польшу. И это вот реально единственная страна, где я когда выступал там, в Варшаве, там клуб был, типа, ночной, и организаторы, в какой-то момент я слышал какой-то шум, и что-то свет мигает, я поворачиваюсь, спрашиваю, что такое, и мне организаторы наши, ребята, они часть из Беларуси, насколько я помню, часть из Украины, часть из России, и они говорят, нам нужно заканчивать поскорее, потому что владельцы говорят, что у них сейчас день рождения, тут девушка отмечает день рождения, нужно заканчивать, мы уже не справляемся по времени. Мне пришлось закончить пораньше, потому что у девушки день рождения, там прям пришли, потому что какая-то молодежь с шарами, и одна из наших организаторов поругалась с мужиком из этого ночного клуба, прям по-настоящему, он прям ее матом крыл, и я подумал, бля, как будто и не уезжал, туда чисто вообще. Только они больше пши, пши, пшах, шах, шах, да, 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 они шипят на тебя. Да. И так же, как в России, ненавидят русских очень сильно. О, мы так похожи. Костяш пишешь, Вова, снял концерт, когда ждать, Санек, привет. Костяш, если все получится, 14 февраля выложу концерт. Ди Би пишет, привет, Санек, очень тебе рады. Привет, Вова, привет, мой любимый чатик. Всем лодка, тебе тоже лодка, Ди Би. Эндрю, вопрос Сашу. На концерте в Нижнем Новгороде ты говорил, что это было великолепно. Это ты так говоришь на каждом своем концерте или действительно тебе понравилось и публика была класс? Слушай, ты знаешь, я вот, я должен тебе рассказать. Я вот недавно как раз выступал вот в октябре вот на Нижнем Новгороде, последний раз, когда куда-то ездил, и я реально охуел. То есть, из-за того, что я вот редко сейчас езжу, а до этого я был на Дальнем Востоке, и там часто были люди, которые не совсем были готовы к моему материалу. Я приехал в Нижний Новгород, началось с того, что там место охуевшее, просто там какой-то дореволюционный особняк. Ну, это не отдельно мы нашли, а просто у них город такой, у них исторический центр, одно из зданий, дореволюционный какой-то особняк. И мы заходим, и они сделали из него лофт, но они, там сцена, но они оставили вот эти колонны, вот эту всю лепнину, и нам девушка, которая, типа, владелица, она экскурсию проводила, она говорит, вот здесь вот сидели, вот где зрители будут сидеть, здесь сидели дворяне, во время, до революции, а на балкон, мы поднимаемся на балкон, а здесь выступал Николай Второй, когда приезжал к нам в Нижний Новгород. Я так охуял, я думаю, пиздец, Николай Второй здесь выступал, теперь я про хуй свой буду рассказывать повторяю часа. И там сцена была, и я вышел, и я с этого решил начать, потому что меня это реально поразило. Я говорю, представляете, вот раньше Николай Второй вот там на балконе выступал, тут дворяне, а теперь мы с вами будем обсуждать какое-то такси забавное. Вот, и я еще шутку придумал, типа говорю, единственное, непонятно, зачем он на балконе выступал, потому что здесь же сцена есть, очень странно, там микрофон не смогли протянуть. Пиздец, что с ними не так? Что произошло? Я начал дальше разогревать, резины начал свои использовать, они смеялись, и в итоге я разогревал полчаса, потому что они просто очень смеялись, и очень были рады, и я что-то еще про это говорил, то есть такая была атмосфера, очень компровизация располагала, я просто полчаса, мы просто с ними разъебывались, и еще я торопился, потому что поезд был, нужно было выступать, и так бы я часа два выступал, а смог только полтора. И я уже перехожу к материалу своему, надо к материалу начинать, смотрю, а я уже 40 минут выступаю, думаю, я им говорю, бля, извините, материала очень мало будет, потому что у меня на поезд, но мы типа с вами хорошо посмеялись, и было реально офигенно, то есть не всегда так бывает, и редко так бывает, там было реально потрясающе, нижний просто, я обожаю, потрясающее место. Единственное, что там, знаешь, было немного неловко, не везде есть, бывает такое, что новое место, и они еще не совсем понимают, как взаимодействовать с комиками, и вообще, как принято вообще у нас, вот что делать. И там у них был бар, и чувак за баром заходит в гримерку, говорит, слушай, есть что у меня там, напитки, ты подходи, бери напитки. И я такой, блин, круто, можно взять попить. Подхожу просто, говорю, можно мне колу? Он говорит, да, колу. И говорит, ты карты оплатишь, или деньгами? И я стою такой, блядь, как неловко, я даже телефон не взял. Я думал, мне просто дадут попить, типа, как везде, когда вы выступаете, я просто бесплатно даю все, что там есть. Я как долбоеб, пошел в гримерку, обратно за телефон, вернулся обосранный, вот оплатил города, пожалуйста. Вот, так что, бывают такие моменты, но это просто офигенный город, и офигенный зал, просто вау, потрясающе. Повезло, блин, звучит круто, как будто реально в каком-то католическом. Так, Евгения Денисова пишет, привет, ребят, рад вас видеть, скучала, Сашу ждали очень, уря, и здорово, что Саша снова выступает в клубе, ПС, всем лодка. Что ты знаешь? А что за лодка? Объясните нам, что за лодка? Вы знаете, парни? Я думал, ты знаешь, это мем, какой-то. Это мем, наверное, это опять Широков запустил. А что это такое? Подожди, это точно твой канал, я думал, я вижу, что это все пишут, и я думаю, ну это, наверное, их какой-то местный мем. Это было очень... У них уже свои мемы. Я думаю, что у Кости Широкова, помнишь, всем знак яиц было? Не боюсь, что я не знаю. Ну вот, мне кажется, это что-то новое. Лодка, что лодка? Непонятно. Так, Черепашки напишет, наконец-то новый выпуск, рад увидеть Сашу, комик с офигенным стилем. Ничего себе. Теперь учусь по нему рисовать. Я не понимаю, то ли комик... Непонятно. Наверное, комикс с офигенным стилем. Офигенности забыли С дополнительно. Да, да, еще одного из них. Но и так, и так приятно, спасибо большое. Так, самая грустная девочка пишет. Саша, вопрос чудесный, люди, надеюсь, у вас все хорошо, и дальше будет становиться только лучше. Спасибо. Спасибо тебе, самая грустная девочка, не грусти. Грыц, грык, зрык, Сенечка, хочу задать вопрос Саше. Саша, когда новый комикс и про что он будет? Ух ты. Что? Я, значит, за это время, вот это не единственное, которое я нарисовал. Я еще один нарисовал комикс. Я просто из-за того, что постоянно животных надо в клинику возить, из-за того, что у них с ушами проблемы, я как-то с девушкой разговаривал и подумал, блин, как же для них, наверное, это жутко выглядит, когда мы их везем куда-то. И я подумал, что для них это выглядит, как будто их похищают инопланетяне каждый раз. Я подумал, блин, прикольный сюжет для комикса. Я нарисовал комикс, где кролики, они типа фермеры в Техасе. И это сюжет на телеке, где они рассказывают про то, как их инопланетяне похищают. И это аллюзия на то, как мы их типа в больницу везем. И я вот нарисовал такой второй комикс, но я его не напечатал пока, потому что у меня этих еще типа 500 штук лежит дома, и я их все никак не отнесу на выступление, чтобы продать. Вот. Но про новые я вот думал, как раз перед тем, как вернуться на Open Mic, я сидел дома и такой, так, я два уже нарисовал. У меня вообще была цель сделать сборник на 100 страниц и издать его. Вот. И я подумал, так, я уже вот полтора года сижу, за это время получается два комикса, 28 страниц я нарисовал. Говорит, мне нужно еще лет 5, чтобы дорисовать. Я начал подходить к тому, чтобы следующий нарисовать. Потом подумал, блин, я так устал уже. Мне надо, наверное, развеяться. Вот. И начал выступать, пока что поставил на паузу это, но я хочу вернуться, у меня много идей есть для комиксов. Почему на сайте не сделаешь кнопку купить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok